Доброе утро всем! Доброе утро! 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 И в своей клинике мы всем пациентам, которые приходят на гастроскопию, сразу же даем очищающий раствор перед гастроскопией и за 15 минут, за которое время он находится в вертикальном положении. То есть не нужно пациента сразу укладывать на левый бок, чтобы это все сместилось только в свод желудка. Пациент должен с этим раствором все-таки какое-то время находиться. Внутривенная анестезия. Очень частый вопрос, как при колоноскопии, возможно ли давать внутривенную седацию, когда пациент с учетом двухэтапной подготовки с утра принимал раствор. Также и вопросы касаются подготовки к гастроскопии. Это никак не мешает проведению внутривенной анестезии, не вызывает осложнений, потому что когда мы заходим в просвет желудка и остаточная жидкость, которая там есть, первое, что мы делаем, это мы ее аспирируем. Соответственно, далее уже идет весь осмотр. То есть внутривенной седации это также не мешает. И вот эти 7 минут минимального времени, который нужен только на диагностику, мы сравнили, посчитали по нашим данным количество фотоизображений, которые мы получаем с и без седации, и количество времени, которое у нас получается исследование. И с седацией, конечно же, это более полноценный осмотр, но несмотря на то, что это данные коммерческой клиники, где есть возможность выбора исследования с седацией, но, к сожалению, все равно большинство пациентов считают, что именно на колоноскопию нужна седация, потому что боятся, волнуются, болевых ощущений и неприятных стеснений. Но при гастроскопии многие считают, что это достаточно легкая методика, достаточно быстрая и не осознают важность седации. Все-таки мы пациентам объясняем. И в своей клинике мы также внедрили вот этот систематический скрининговый протокол, который предложил профессор Яу, который включает как очищение стенок либо водостроенной помпы, либо, если у вас этого нету, то шприцами и желательно также раствором с пеногасителем и полноценное расправление. То есть все нижние три изображения, они, конечно, относятся к неадекватному осмотру. Мы добиваемся того, что в верхнем правом снимки. И фотопротокол. Вот эта фотодокументация, которая принята японским обществом, слишком нагруженный такой фотопротокол, это рекомендация европейского общества, наоборот, такой минимизированный. Профессор Яус в своей работе предложил вот такой систематический скрининговый протокол, который мы приняли в нашей клинике также. И поэтому наш протокол, он содержит все фотоизображения в папке у пациента. И в бумажном варианте мы основные моменты также включаем в сам протокол. Итак, переходим к доброкачественным образованиям. После того, как мы выполнили полноценную экспертную эндоскопию, мы должны и выявили образование, мы должны их охарактеризовать. И к доброкачественным в основном относятся первые три, и наиболее часто мы встречаемся с полипами фундальных желез и гиперпластическими полипами. И кратко дифференцируем их, как мы это видим при эндоскопии. Полипы фундальных желез – это кистозно расширенные железы изначально, которые выстилаются неизмененной слизистой оболочки. Поэтому на поверхности мы видим регулярный округлый рисунок ямочного эпителия, такой же, как и в окружающей слизистой. И чаще всего они бывают спорадические, либо в небольшом проценте в структуре семейного аденоматозного полипоза. И в основном мы их видим в проксимальных отделах, то есть в своде и в теле желудка. Чаще они бывают либо одиночные, либо множественные, чаще все-таки множественные, и выглядят преимущественно с гладкой розовой поверхностью, такая же, как и окружающая слизистая. Но иногда бывают дольчатые, как представлено на правом нижнем изображении. Чаще всего окружающая слизистая воспалительно не изменена, потому что чаще всего они растут на той слизистой, где нет геликобактера, и, соответственно, он не вызвал воспалительных изменений этой слизистой. Морфологи очень легко помогают нам в постановке этого тоже, и эндоскопически достаточно простого в большинстве случаев диагноза, и различают вот эти спорадические, при которых дисплазия возникает крайне редко. То есть это практически всегда доброкачественное состояние. Или симптоматические. Здесь тоже спорный вопрос, потому что многие обсуждают, все-таки влияет длительный прием ингибиторов протонной помпы на их образование или нет. Но все-таки часть работ указывает именно на это, потому что они, в общем-то, и исчезают после прекращения терапии ингибиторами протонной помпы. И те полипы, которые связаны с синдромом семейного аденоматозного полипоза, в этих случаях дисплазия при этих полипах фундальных желез все-таки в достаточно большом, практически в половине процентов случаев, по некоторым данным, достигает. И в такой ситуации, если мы выявляем у пациентов вот такие множественные полипы, у молодых пациентов, мы обязательно назначаем еще им и колоноскопию как раз для исключения вот этого семейного полипоза. Что же говорят международные организации? Безусловно, первый раз, когда мы, и мы придерживаемся этой тактики тоже, первый раз, когда идет исследование, мы выполняем биопсию для того, чтобы диагноз подтвердить. Ну и в том числе, да, исключить наличие дисплазии. По липактомии обычно, если это изменение без диспластических изменений, не показано. То же самое не показано и динамическое наблюдение. То есть если мы при биопсии получили отсутствие диспластических изменений, мы не наблюдаем этих пациентов. Но, как мы уже сказали, если молодые до 40 лет и выявили дисплазию, тогда еще назначаем колоноскопию. То же самое американские гайдлайны указывают на это. И следующее, наиболее частое состояние, которое мы видим, это гиперпластические полипы. Чем они отличаются? Риск дисплазии здесь все-таки несколько выше, как дисплазии, так и аденокарциномы. И чаще они все-таки локализуются в антральном отделе, в отличие от полипофундальных желез. Либо в области пищеводно-желудочного перехода, где они чаще всего связаны с эрозивным изофагитом. И в основном такие гиперпластические полипы мы видим в основании эрозий в пищеводе. Когда удалять их не нужно, а первое, что нужно сделать, это провести консервативную терапию эрозивного изофагита. И в желудке чаще всего фоновым состоянием окружающей слизистой бывают воспалительные изменения на фоне инфицирования геликобактером. И основной причиной развития именно гиперпластических полипов считается все-таки такая гиперпролиферация. То есть ответ на наличие воспаления либо при рефлюксе, либо при инфекции геликобактера. Гистологически это тоже достаточно хорошо подтверждается. Но вот мы знаем, что есть новые данные. Екатерина Альбертовна нам сегодня о них расскажет. С удовольствием ждем этого новой информации. И то, что мы при эндоскопии видим, это обычно расширенные, если мы используем какие-либо NBI, N-FICE или iSCAN при виртуальной хромоскопии, мы увидим расширенные сосуды. Но в принципе они видны и даже в белом свете расширенные крупные сосуды, которые на самом деле иногда многих пугают. И многие почему-то пишут, что это аденматозное изменение. Наоборот, крупные расширенные, извитые вот такие сосуды, как представлены на слайдах, это когда сосудистого компонента больше, чем железистого, то есть больше, чем белесой ткани. Это и есть основной диагностический признак эндоскопических гиперпластических полипов. И здесь мы должны выполнить первично биопсию для того, чтобы подтвердить этот диагноз, но не только самого образования, а выполнить биопсию еще и из окружающей слизистой. Две цели – это оценка геликобактерной инфекции и стадирование гастрита, особенно если есть атрофические изменения по системе ОЛГО. И мы вот вчера обсуждали тоже, что все-таки наши морфологи говорят, что в идеале, конечно, лучше использовать не ОЛГО, а ОЛГИМ, но это уже и их задача. И так как гиперпластические полипы, к сожалению, имеют тенденцию к рецидивированию, и вот один из вчера удаленных прекрасно Александру Анатольевичу гиперпластические полипы в парапилологическом отделе, мы тоже понимаем, что это риск рецидива, и очень разно, мы надеемся, сегодня мы обсудим эти тактические подходы, но первое, что мы должны сделать при наличии геликобактерной инфекции – провести эрадикацию и повторно выполнить исследование, потому что по литературным данным до 80%, особенно небольших гиперпластических полипов, просто исчезают на фоне эрадикационной терапии. И далее тактические подходы, они разнятся, действительно нет единой точки зрения между разными международными обществами. Я надеюсь, мы сегодня этого коснемся, и вот эти сложные диагностические алгоритмы сегодня в течение первой половины сессии мы обсудим. Спасибо большое. Кому-нибудь угодно вопросы задать? Может, в процессе? Или мы в процессе? А, да. Так, ну давайте тогда мы будем двигаться дальше. А, есть вопрос? Давайте, конечно. Я хочу начать по поводу гиперпластического полипа. Я так понимаю, три категории пациентов есть. Пациенты с гиперпластическими полипами желудка, которые впервые видите этот полип, да? Вторая категория пациентов, которые вами наблюдают в течение нескольких лет с этими полипами неудаляемыми. И третья категория пациентов с рецидивными полипами. Вот биопсии все-таки кому нужно, кому не нужно делать из этого полипа. Скажите. Спасибо большое. Биопсии мы выполняем первично у пациентов, которых видим первый раз гиперпластическими полипами. Исключаем как раз наличие диспластических изменений. Если мы после этого проводим радикационную терапию и они исчезли, то, соответственно, ничего и не выполняем биопсию. Если остаются и уменьшаются в размерах, то есть если мы выбираем тактику неудаления, тогда из-за этих полипов мы не выполняем уже повторную биопсию, если он при динамическом наблюдении сохраняет свою морфологическую структуру. Если он увеличивается, воспаляется, изменяется макроскопически, обязательно, естественно, выполняем биопсию. Из рецидивных полипов тот же самый подход. Первично, когда мы увидели рецидив, мы оцениваем макроскопическую структуру. Так как у нас есть фотопротокол, мы имеем возможность сравнивать в динамическом наблюдении не просто по описанию, а именно по фотоизображению. Если остается таким же, то мы биопсию повторно не берем. То есть только первый раз, когда выявили. Да, рецидивный полип, то же самое, да, первый раз увидели, мы берем биопсию, а потом уже оцениваем в динамике. Если у кого-то другие тактические подходы, поделитесь, мы с удовольствием выслушаем. Подождите, можно технический момент, извиняюсь. Все, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, дождитесь микрофона. Ладно, вот ко всем тут две девушки прекрасных с двух сторон с микрофонами, потому что идет запись, им обязательно нужно успеть побежать к вам с микрофоном. Такой вопрос несколько. А как вы объясняете пациенту, допустим, вы первый раз увидели гиперпластический полип, второй раз при, допустим, контрольном осмотре, вы еще раз его увидите, третий раз. То есть как вы объясняете свою тактику пациенту, почему вы его не удалили? Спасибо большое. Мы объясняем тактику при гиперпластических полипах, что первое, мы проводим радиационную терапию, и у нас есть шанс, что он уменьшится или исчезнет. Если он не исчезает, следующим этапом мы объясняем, что риск рецидива крайне высокий. Мы знаем эту категорию пациентов, об этом сегодня будут говорить. Мы объясняем, что рецидивы в 80% случаях возникают, и рецидивы будут более быстрые в росте и больших размеров. Соответственно, это пациента ждет многократное потом повторное удаление. И, естественно, обсуждаем эти вопросы с пациентом. Если, как мы вчера тоже затрагивали этот вопрос, если пациент активно настаивает на этом, ну тогда мы удаляем. Но, в принципе, мы объясняем, что это доброкачественное изменение, рецидивирует, и у нас есть возможность динамического наблюдения за этим. Про настаивание вчера было про аденому 12-перстной кишки, не про гиперпластическую полип. В принципе, такой подход, да, что там тоже был спорный, надо удалять или нет. В гиперпластическом полипе даже настаивание на сегодняшний день у нас, допустим, не является показанием. И поэтому на меня движало бы в департаменте. Это тоже вчера обсуждали. Залина Витальевна, вопрос от России сегодня. Вы сами разворошили это осиное гнездо. Два коротких вопроса. До конца 90-х мы не знали такого понятия, как зубчатая аденома на широком основании в кишке. В желудке бывают зубчатые аденомы на широком основании? Которые мы по-прежнему считаем гиперпластическими полипами. Это, наверное, совместный вопрос и к вам, может быть, даже больше к морфологам, но сначала вас, как клинициста. И уж рядышком второй вопрос. В той ситуации, когда при спорадическом фундальном полипе описан случай малигнизации. Что именно малигнизировалось? Эти железы сыграли? Фундальные полипы сыграли какую-то роль малигнизации? Или просто на слизистой оболочке, которая покрывала этот полип фундальных желез, так же, как на любой другой слизистой оболочке развился рак? Да, я тоже так хотела, чтобы это был именно вот этот вариант. Но когда мы подняли, к сожалению, именно из кистозно расширенной вот этой части. То есть фоном было... То есть напрямую связано? Да, напрямую было связано, к сожалению. Я потому что тоже думала, что, может быть, это сверху. А на первый вопрос, мы это обсуждали как-то на московском эндоскопическом обществе, и морфологи нам сказали, что в принципе бывает. Но вот мы ни разу не видели, я не знаю, по-моему, и в 31-й мы никогда этого не видели, и сейчас, и тоже интересуемся постоянно именно с толстой кишкой, потому что тот же самый механизм получается, как описывает. Но вот я знаю, что сегодня будут новые данные, и нам расскажет Екатерина Альбертовна. Да, но я не встречала, вот чтобы было... Хотя морфологи отвечают, что да, есть. Наверное, давайте основную дискуссию все-таки сдвинем. Извините, один вопрос последний. Если множественные полипы имеются, из какого числа или количества полипов надо брать биопсию? Или как их выбрать, из которых надо брать? Множественные полипы фундальных желез вы имеете в виду, да, когда... Да, тоже для себя решили так, что оцениваем вот структуру поверхности, большинства из них, да, когда, если они просто круглые, с регулярным, вот как по типу пчелиных сот, эти мы не трогаем. Но вот те дольчатые, которые вот я показала, и наибольшие по размерам, вот из них берем биопсию. Наверное, надо продолжить обсуждение, потому что Залина Викторовна взяла на себя такую сложную роль открытия, и ей можно задать на самом деле все вопросы. Поручили эту роль, как говорится, но мужчины сложили все, полномочия на женщин. Ну, давайте к батлу тогда переходить потихонечку, да. Вот мнение эндоскописта удалять. Митраков Александр Анатольевич. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо, Кирилл Вячеславович. Начну с того, что было очень интересно взять вот именно эту роль, удалять, поскольку, в общем-то, в практике своей я придерживаюсь скорее противоположного мнения. То есть мы чаще все-таки наблюдаем гиперпластические полипы и удаляем их только тогда, когда уже мы вот есть все показания, поскольку столкнулись с рецидивами после их удаления. Когда поднял этот вопрос, снова начал смотреть именно все-таки доводы за удаление. То есть, конечно же, есть много аргументов за их удаление и много аргументов против их удаления. Вопрос осложняется еще и тем, что нет четких показаний. То есть нет ни в российском эндоскопическом обществе, ни в европейском эндоскопическом обществе клинических рекомендаций. Мы нашли только в американском обществе и в британском обществе какие-то более-менее такие конкретные данные, которые показывают нам, когда нужно все-таки их удалять. Хотя, конечно же, тоже этот вопрос является таким спорным. Итак, когда же нам нужно удалять полипы? Прежде чем удалять полипы в желудке, нужно задать себе вопрос, наверное, зачем вообще нам нужно удалять эти полипы? Мы нашли четыре основные причины. Это профилактика рака желудка, это профилактика кровотечения, это восстановление пассажа пищи, и также одна из причин для удаления – это получение полноценного морфологического диагноза. Рассмотрим каждую из этих причин. В профилактике рака желудка сегодня уже говорилось. Есть различные исследования, которые показывают, что дисплазия в гиперпластических полипах наблюдается при частоте примерно от 2 до 19%, при их размере от 1 до 2 см. При этом аденокарцинома выявляется в данных полипах также с частотой до 2%, опять же при их крупном размере. Есть различные публикации клинических примеров, когда при первоначальном диагнозе гиперпластический полип, при выполнении предоперационной биопсии и при последующей резекции полипа получается обнаруживать склетки аденокарцинома. Что касается рекомендаций, то в 2015 году, о чем я уже говорил, и Залина Викторовна сегодня говорила, американским эндоскопическим обществом были изданы клинические рекомендации, где говорится о том, что гиперпластические фундальные полипы стоит удалять при их размере более 0,5 и 1 см соответственно. При этом имеется средний уровень доказательности данного утверждения. Но, тем не менее, по крайней мере, здесь это написано более-менее четко. Второе показание к удалению полипа – это кровотечение из НИЛа. Есть скрытые кровотечения, при таких случаях они обнаруживаются случайно. Есть также случаи, когда оно как-то клинически выражено, и когда ведется поиск данного вида источника кровотечения и при эндоскопе обнаруживается гиперпластический полипы желудка. В этом случае удаление полипа обосновано тем, что мы устраняем источник кровотечения. Еще одно показание – это восстановление пассажа пищи. Как уже сегодня говорилось, гиперпластические полипы чаще всего локализуются в антральном отделе желудка, и при достижении ими больших размеров они начинают пролоббировать привратник, тем самым вызывая затруднение прохождения пищи из желудка в 12-перстную кишку. Соответственно, может появляться тоже симптоматика. И, конечно же, как раз для нас это тоже является таким важным показанием. В данном случае удаление полипа желудка показано в целях восстановления именно пассажа пищи. И отдельный вопрос – это получение морфологического исследования. Здесь я приведу, не так давно у нас был клинический пример, когда пациентка обратилась к нам с диагнозом гиперпластический полип желудка, ей дважды была выполнена гастроскопия, дважды была выполнена биопсия, то есть в поликлинике по месту жительства и в другом центре оба раза получали диагноз гиперпластический полип. Однако при втором исследовании была фотография. Здесь не она, не та фотография, здесь уже наша фотография. И вот при осмотре было видно, об этом вчера тоже Сергей Владимирович говорил, о критериях, которые профессор Ялл предложил, неоднородность слизистой около полипа и также четкие границы, то есть оба критерия раннего рака желудка были положительны. И в этом случае мы выполнили удаление этого полипа с целью получения полноценного морфологического диагноза. Что было интересно в том, что оказалась низкодифференцированная данная карцинома, расположенная под слизистым слоем. Впоследствии к пациентке была выполнена гастротомия, и кроме этого были обнаружены пораженные лимфоузлы вокруг желудка. И также еще одно из показаний получения полноценной морфологии является то, что под гиперпластические полипы иногда маскируются нейроэндокринные опухоли. Но об этом сегодня позже еще будет говориться. В некоторых таких случаях тоже всегда нужно сделать дифференциальную диагностику с карциноидами. И иногда тоже не получается это всегда сделать. Но есть показания к удалению для того, чтобы получить диагноз и все же не пропустить карциноид в таких случаях. Ну и что касается методов удаления. К ним относятся вполне стандартные методы. Это полипоктомия. Вчера во время прикурса Владимир Александрович Мальков рассказал об их опыте удаления полипов желудка холодной петлей с последующим клипированием. Это было... Они выполняют это с той точки зрения, что есть одна из теорий о том, что электротравма вызывает рецидив полипа. Пока наблюдений четких у них еще нет. Выводов тоже не сделали. Хотя, с его слов, примерно в половине случаев рецидивы все же образовались после этого. Ну и также, конечно же, удаление полипов методом макозальной резекции и подслистой диссекции. Есть мнение, что выполнение подслистой диссекции уменьшает риск рецидива. Тут хотелось бы привести пример из литературы. Когда была выполнена подслистая диссекция при крупном... При полипе желудка был после диссекции крупный дефект слизистой оболочки. И вот через год при контроле огромный рецидивный полип. Поэтому, конечно же, при выборе метода удаления нужно несколько раз подумать, стоит ли выполнять подслистую диссекцию с образованием такого дефекта или же нет. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, без перерывов сразу Роман Валентинович, мнение. Один просто короткий вопрос. Хорошо. В вашем позиции, ваше мнение, все-таки, какой выбрать метод удаления, если все-таки мы приняли решение удалять гиперпластический полип? Это полипоктомия с подслистой инъекцией, без инъекции. Как вчера мы говорили, холодной петлей, хотя, честно говоря, очень сложно себе представить, если полип больше одного сантиметра на таком широком основании. Но, наверное, Владимир Александрович с его силой может, наверное, срезать его. Но это очень сложно. Или все-таки диссекция? Какое ваше мнение в этом? Спасибо за вопрос. Если есть возможность и позволяет его размер, то мы стараемся удалять его петлей с предварительным введением раствора в последствий слой. Спасибо большое за вопрос. Собственный опыт теперь есть. Вчера мы впервые ввели его, но вчера, 6 дня, собственного опыта не было, только данная литература. Поэтому пока только можем опираться на литературу, что действительно есть такие исследования, и ряд из них показывает, что риск возникновения рецидива полипов уменьшается. К сожалению, как я уже сказал, личного опыта нет, поэтому добавить от себя не могу ничего. Только, ради бога, не экономьте, ладно? У нас достаточно времени, мы специально планировали так, чтобы можно было прямо от души поговорить и все вопросы друг другу задать. Глубоко уважаемые коллеги, действительно, тема сегодняшнего нашего заседания очень интересная. Сергей Владимирович уже подтвердил, это действительно очень много людей собралось послушать проблему тактики введения больных с гиперпластическими полипами. Дело в том, что в последние годы как-то больше мы акцентируем внимание на диссекции, резекции, ранний рак и так далее, оставляя эту тему как бы на вторую роль. На самом деле она не менее актуальна, потому что больных таких гораздо больше, чем пациентов с тем же ранним раком. И если умножить на масштабы страны, это десятки тысяч полипоктомий, резекций. Вполне возможно, что многие из них просто не нужны. Это, в общем-то, надо осмыслить. И по поручению Организационного комитета я с вами коллегами проанализировал доступную нам зарубежную отечественную литературу, пытаясь аргументировать тактику в пользу наблюдения. Я не являюсь каким-то ортодоксальным сторонником этой тактики. Конечно, есть ситуации, когда полипа необходимо удалять. Илья Александровна Анатольевич об этом сказал. Мы об этом тоже сейчас поговорим. Но в целом, конечно, я постараюсь аргументировать именно консервативную методику ведения этих пациентов. Позволю себе напомнить, что полипам, согласно терминологии МЕТ, называют выступающие поражения слизистой оболочки на ножке или на широком отчетливо ограниченном основании. И гиперпластическим или гиперплазиогенным полипам называют доброкачественные фибропетляльные опухолевидные или псевдоопухолеобразования слизистой оболочки с наличием тех или иных изменений. Морфолога, наверное, в следующем докладе расскажет, какие изменения мы наблюдаем в гиперпластических полипах. Но в любом случае, и в первичных, и в так называемых рецидивных, резидуальных полипах мы имеем дело с избыточным развитием слизистой ткани. Даже специалисты описывают наличие некого фиброзного ядра, который определяет рост и существование этого полипа. И в целом мы гиперпластический полип описываем как регенеративный ответ поврежденной слизистой оболочки на какое-то повреждение. Будь то хроническое воспаление, будь то хеликобатор пилори или какое-то эрозиноязное поражение. Частота обнаружения гиперпластических полипов во время гастроскопии обычной, без всяких жалоб у пациента, составляет от 0,6% до 6% больных. При этом, по данным различных авторов, гиперпластические полипы составляют от 50% до 85% всех доброкачественных образований желудка. Это огромное количество новообразований, которые, естественно, надо понимать, что с ними делать. И поэтому возникает вопрос такой риторически удалять, не надо наблюдать. Где поставить запятую, нам, наверное, решить, может быть, даже не сегодня придется. Но, во всяком случае, при анализе литературы доступной, мы пришли к выводу, что нет общепринятых каких-то тактических подходов, принятых всеми специалистами во всех странах, по отношению к пациентам с гиперпластическими полипами желудка. Естественно, без дисплазии, потому что наличие дисплазии уже переводит в другую плоскость от образования и требует, естественно, оперативного вмешательства. Итак, в пользу версии удалять полипы есть ряд работ, где, скажем так, более агрессивная тактика описывается. Но во всех этих тактиках, во всех этих работах очевидными факторами в пользу эндоскопического удаления являются следующие обстоятельства. Это наличие неоплазии, о чем я сказал сейчас выше, естественно, повод для удаления. Это размер полипы более 2 см и наличие симптоматики каких-то осложнений и так далее. Вот эти факторы, которые, очевидно, приводят к необходимости эндоскопического удаления образований. Все-таки большинство специалистов исповедуют тактику в отношении полипов консервативную, основанную на медикаментозном лечении пациентов и таком консервативном динамическом наблюдении за больными. Тут необходимо учитывать следующие критерии. Очень важно для нас в этом отношении диаметр полипа, число полипов, наличие хеликобаторной инфекции и риск осложнений, который, естественно, существует у пациентов в большей или меньшей степени, особенно отягощенные сопутствующие патологии. Итак, диаметр полипа. При небольшом диаметре гиперпластического полипа желудка, а таких пациентов, по данным многочисленных авторов, до 90%, то есть большее количество пациентов, частота развития неоплазии невелика. Есть работы некоторых авторов, которые указывают на наличие 5% риска развития неоплазии, в том числе 1% раннего рака у этих пациентов. Но обратите внимание, какие факторы риска, какие это больные. Это больный диаметр полипов, у которых превышал почти у всех 1 см, у этих полипов была ножка четко выраженная, имелость неоплазии в других отделах желудка и предшествующая резекция желудка, определяющая гипо- или аноцидное состояние. То есть это не просто полипы, это полипы, так скажем, отягощенные, полипы, которые, естественно, обладают несколько большим риском доброкачественных, злокачественных неопластических изменений. Другие авторы приводят меньшую частоту, скажем, неопластических изменений, до 2%, и опять же, это все полипы практически больше 2 см. Если говорить об отечественных авторах, которые занимались этой проблемой, то на основании большого достаточно материала, сотенной статистики, ни у одного пациента с гиперпластическим полипом перехода его в рак не зафиксировано. Число полипов также играет большую роль в выборе тактики ведения пациентов. У 1 трети больных примерно имеется 2 и более гиперпластических полипов, и 3, и 5, и 8 полипов. Естественно, что чем больше полипов, тем больше полипоктомии риска различных осложнений. И здесь превалирует такая тактика, что в случае множественного поражения, именно множественного роста гиперпластических полипов, без очагов неоплазии, естественно, в консервативное лечение и последующее динамическое наблюдение представляются более безопасные стратегии, чем многочисленные полипоктомии у этих пациентов. Хеликобатерная инфекция. Всем очевидна связь гиперпластических полипов с хеликобатерной инфекцией, которая выявляется по данным авторов различных от 40 до 60% больных, а также хроническими гастритами. Так вот, по данным многочисленных авторов, здесь не все еще уместились, можно было бы больше привести примеров работ. Регресс гиперпластических полипов на фоне противовоспалительной и антихеликобатерной терапии возникал у большинства пациентов. Это, в общем-то, коррелирует с данными, которые Залина Викторовна приводила. Это говорит о том, что, в общем-то, очень хорошо эти полипы реагируют на консервативное лечение. Соответственно, вот если взять, например, одну из последних отечественных работ, диссертационные исследования, в течение двух лет после медикаментозного лечения у 53% больных зафиксировано полное исчезновение гиперпластических полипов в желудке, а у 12% уменьшение размеров этих образований. Это вот отечественный специалист по данным ее диссертационной работы. И второй очень важный тезис, что применение консервативной терапии после эндоскопической полипотомии позволило уменьшить частоту рецидива гиперпластических полипов почти в два раза. Ну и, конечно, мы должны, определяя тактику ведения пациента, учитывать и возможный риск осложнений. По данным некоторых авторов, кровотечение после эндоскопической полипотомии может возникать у 9-10% больных, причем вот конкретно по данной работе у 2% больных гемостаз потребуется хирургическим образом. Если речь идет о 860 пациентах, то есть это десятки больных, которые перенесли в апартамию после полипотомии эндоскопической по поводу гиперпластического полипа. Понятно, что все надо это учитывать, особенно это пациенты пожилого возраста с наличием каких-то заболеваний крови, с приемом, как правило, у многих из них прием кроверожжающих препаратов проводится. Кроме того, неоднократные указания на то, что рецидив гиперпластических полипов желудка, развивается даже после хирургической резекции желудка. Я лично оперировал двух пациентов, у которых после резекции желудка, в моем исполнении, по поводу рецидивных полипов гиперпластических, опять мы находили в крае резекции вот эти разрастания гиперпластических полипов. То есть это, ну, не знаю, что делать, хватаешься за голову, и, в общем-то, опускаются руки после этого. Резюмируя сказанное мною, я хочу еще раз повторить, что лечение больных с гиперпластическими полипами желудка необходимо начинать с противовоспалительной и антихеликобаторной терапии, в результате которой значительная часть образования подвергается полному или частичному регрессу. При диаметре гиперпластического полипа желудка не более 2 см риск развития неоплазии крайне незначительный, что определяет телесообразность динамического наблюдения за этими образованиями. Выполнение эндоскопического удаления всех гиперпластических полипов желудка нерационально по клиническим и экономическим причинам. И, наконец, эндоскопическое удаление гиперпластических полипов желудка по, ну, скажем, общему убеждению, показано лишь при их диаметре более 2 см, клинических проявлениях, а также при обнаружении неопластических изменений на его поверхности. И в качестве демонстрации, вот, наш собственный опыт, пациентка перенесла 4 года назад диссекцию в области угла желудка по поводу воспалительно-фиброзного полипа по слизистому слою. Мы эту пациентку 4 года наблюдаем после операции. Вы видите, что через год у нее в области рубца образовался гиперпластический полип, который был доказан нами путем взятия биопсии и последующего гистологического исследования. Проведена эндосонография больной для исключения рецидива вот этого образования первичного. И мы видим, что за 4 года практически нет никаких изменений в структуре, в размерах полипа. Больная себя прекрасно чувствует, в общем-то, и мы пытаемся, будем дальше наблюдать за этой пациенткой. Вот. Ну и, наконец, я хочу просто посоветовать вам вместо ненужных, может быть, в большинстве случаев полипоктомий, лучше собирая грибы в подмосковных лесах. Если честно, конечно, необходимо, вот правильно тут говорилось, все-таки проводить какие-то собственные исследования в этой области с рандомизацией, может быть, объединять усилия нескольких клиник. Мы этим планируем заниматься, может быть, доложим на каких-то последующих мероприятиях. Спасибо за внимание. — Жалко, с грибами так нельзя срезал, а он вырос в два раза больше. Как с полипами. — Никто же не знает, где новый растет. — Коллеги, вопросы? — Все согласны, по-моему, с тактикой нашей. — Да-да. — Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а что делать при неэффективности реабилитационной терапии, когда это бывает, хеликобактерные? Что с этими полипами? Прогноз ведь получается не очень хороший, если реабилитации не произошло. Удалять их в такой ситуации, если такие больные встречаются или нет? Спасибо. — Я не могу сказать, что наличие хеликобактера пиори значительно повышает риск каких-то злокачественных перерождений на поверхности этого образования. На мой взгляд, мы должны, естественно, попытаться провести эрадикацию хеликобактера пиори, если он там присутствует изначально, естественно, надо доказать это вначале. При невозможности этого сделать, наверное, больше необходимо наблюдать за пациентом, смотреть. Все-таки для нас больше не наличие хеликобактера важно, а именно поверхность полипа этого. Мы можем применять эндоскопические методики, мы можем применять методики дополнительной, уточняющей эндоскопической диагностики в плане обнаружения каких-то ранних очагов. На мой взгляд, это существенно не меняет тактику. Если это небольшой полип, то мы будем наблюдать его. Чаще бывает хеликобактер ушел, а полип остался. Ну и так бывает, конечно. То есть здесь как бы хеликобактер, он такой. Нет, вопрос. Такого плана не было ли в литературе каких-то данных по поводу того, что сама биопсия является провокационным моментом, ну, как пусковой точкой роста этого полипа, или видоизменения, либо из такого нормального, он преобращается в тот, который симптоматически подкаравливает, или там с воспалительными изменениями. Ну, понятно, что биопсия любая, она может осложниться подкаравливанием. Понятно, это как бы, ну, наверное, не больше, не меньше, чем из любого другого, скажем, образования. Но то, что, например, биопсия привела к бурному росту или к перерождению полипа гиперпластического, таких я работ не встречал, и в нашей практике такого не было. Вопрос. Наконец-то, а то нет вопросов по поводу того, что не удалять. Вы что, вопросов гораздо больше? Спасибо большое за доклад. А скажите, пожалуйста, в отношении пациентов, которым планируется антикоагулянтная терапия, которые идут на кардиохирургические операции, вот при плановой диагностической гастроскопии перед планируемой операцией делаем гастроскопию и находим полип. Какая тактика в этой ситуации? Что мы должны делать? Наблюдать. Если это небольшой полип, то мы его будем наблюдать. Тем более у больных с препаратами кроверожжающими, получающими эти препараты. А риск кровотечения из этого полипа при назначении антикоагулянтной терапии? Ну, понимаете, пока это такой же риск, например, кровотечения после и во время эндоскопической операции этих пациентов. Гиперплачевский полип кровоточит не из-за того, что там, например, скажем, НО выше, чем в норме этих пациентов на фоне антикоагулянтной терапии, а он кровоточит, как правило, из-за того, что повреждается какими-то, ну, механическая травматизация происходит при его локализации в антральном отделе, рядом с привратником. Если это полип небольшой, на широком основании, то, на мой взгляд, тем более этих пациентов лучше избежать оперативного вмешательства, поскольку риск осложнений во время и после операции у них выше, чем у обычных пациентов. Ну, а если кровотечащий полип? Если кровотечащий, то надо тогда, конечно, готовить к оперативному вмешательству больного. Если это кровотечащий полип, то это показанием к эндоскопической полипоктомии или к другой операции эндоскопической, то, о чём, в общем-то, мы вот говорили. Спасибо. Ещё вопрос? Хотелось бы уточнить, относятся ли все эти рекомендации и к кардиальным гиперпластическим полипам? Полностью экстраполируются на другую локализацию полипов? Эти рекомендации относятся к классическим гиперпластическим полипам, которые располагаются в теле, в антральной медленной желудке, и с которыми мы, в общем-то, имеем дело у абсолютного большинства пациентов. Вы имеете в виду кардиальные полокализации? Да, да, да. При ГЭРБе кардиальные полипы гиперпластические. Ну, я думаю, что это ко всем полипам относится, не в зависимости от их локализации. Просто они там редко бывают? Нет. В отличие от фундальных полипов, реже, во всяком случае, чем в антральном отделе. Чаще. Но, во всяком случае, это относится ко всем этим полипам, конечно. Спасибо. Согласен с вопросом. Мы разбирали его на последнем стендапе с профессором Рафом Бишопсом и не нашли там общего консенсуса по поводу этих полипов, потому что мы, например, категорически их не удаляем, а отдаем в руки гастроэнтерологов для того, чтобы они лечили ингибиторами протонной помпы. И мы видим эффект от этого лечения в виде уменьшения размеров полипов. На что руководитель комитета по качеству амдоскопии нам сказал, а мы стараемся удалять такие полипы. То есть тут, да, в кардиальном отделе. То есть тут не все так просто. И вот я бы хотел Роману Валентиновичу задать такой вопрос, поскольку вроде бы все так клевали Александра Анатольевича, и вроде бы все так гладко с тем, что не удалять. А как не удалять? Российских рекомендаций нет. Иностранные рекомендации международные говорят о том, что если поли более 5 мм, или другие рекомендации говорят о том, что поли более 1 см, его надо удалить. И то, что мы делаем, это фактически полностью оффлейбл. Второй вопрос касается того, что в большинстве лечебных учреждений нет техники с высоким разрешением, с оптическим увеличением, чтобы изучить структуру этого полипа и взять, например, прицельную биопсию из этого полипа. И определиться все-таки 2% риска малигнизации, это не так уж и мало. И выявить участки аденомы в этом полипе, из которых потенциально может вырасти рак. И на самом деле в нашей практике именно из этих участков росли злокачественные опухоли. Это первая группа вопросов. А вторая группа вопросов по поводу экономики. А что дешевле этих больных с какой-то там кратностью раз в полгода или раз в год наблюдать, брать снова повторные биопсии, загружать морфологов? Это экономически более оправданный подход? Ну вот по отношению к первому вопросу, да, конечно, при отсутствии хорошей эндоскопии, при наличии какого-то хоть небольшого норийского малигнизации, конечно, мы не можем полностью исключить, особенно в клиниках, где нет этих методик. Именно поэтому в нашей стране эти полипы удаляются до сих пор в массовом масштабе. И вот что мы имеем на самом деле в стационаре. К нам приходят пациенты из поликлиники, где их смотрят без НБА, без зум-эндоскопии, приходят на полипоктомию. Я уж молчу о том, что, например, рядом с полипом мы нередко обнаружили ранний рак, недиагностированный. Но даже если это полип, мы его не видим. К нам приходит пациент, он лег на госпитализацию. Выписать без операции мы его не можем. Это уже как бы законы такие, стационары, законы наших страховых компаний. Это будет ЧП для больниц. Ну, не ЧП, но во всяком случае это будет вопрос разбираться у замглавврача по лечебной части. Поэтому мы, и не только мы, наверное, большинство так, мы эти полипы удаляем. И как раз наша задача сегодня не полностью сменить тактику, не полностью сменить тактику, а именно поднять вопрос, актуализировать его и постепенно, постепенно с участием и организаторов здравоохранения как-то немножко уйти в пользу динамического наблюдения. Если я сижу, например, на амбулаторном приеме в констатированном отделении нашего стационара, я, видя полип сантиметровый, опять же, я не вижу, например, данных гастроскопии визуальной. Описание может быть не соответствовать действительности. Поэтому возникает, конечно, спорный вопрос. То ли это больно пересматривает самому, но это большая нагрузка на стационар. То ли верить, например, данным эндоскопии амбулаторной, тогда мы этих больных с ними беседуем, обсуждаем вопрос, вот возникал, обсуждаем необходимое динамическое наблюдение, учитывая незначительный риск перерождения. А то, что касается экономически, что выгоднее, ну, получается как? Получается, что мы полип удаляем, и все равно этого пациента потом наблюдать, так или иначе мы будем его, пусть даже не каждый год, но какое-то время все равно мы после полипоктомии рекомендуем через год динамический контроль. А если представить, сколько усилий потратить пациент, вот, собирая анализы по нашим поликлиникам, и сколько исследований формальных, там, ЭКГ, рентген и все эти вот, для того, чтобы брать кучу этих анализов, лечь на удаление сантиметрового полипа, вот, мне кажется, если умножить это на количество полипоктомии в России, то, мне кажется, экономически выгоднее, если только эту сторону рассматривать, выгоднее их наблюдать, конечно. Хорошо, ну а с позиции пациента, которому мы говорим, у вас полип, удалять мы его не будем, мы взяли одну, выполнили одну биопсию и отпускаем вас на год. Вот с позиции, с точки зрения пациента, насколько вот пациент готов, мотивированный пациент, читающий пациент, знающий, что 2% риск малигнизации. Как в этой ситуации быть? Я пациентов редко встречал, настолько знающих, читающих, но во всяком случае, нет, ну опять же, надо смотреть на ситуацию. Действительно, если пациент, некоторые больные страдают, например, канцерофобией, и, откровенно говоря, эта пациентка, которую я демонстрировал, 4 года мы наблюдаем, она каждый раз меня захватает за рукав и спрашивает, да, может быть удален, давайте мы с Сергеевичем смотрим эти фотографии, ей показываем. Ну и что, нет, еще подождем, да? Ну, нет, мы с ней, естественно, обсуждаем вопрос, что это просто рубец, это просто рубец в желудке, только они на коже. И она сейчас спокойна, уже последний год, последний раз была так давно, она уже спокойна к нам относится. Ну, нет ничего такого абсолютного. Везде золотая середина нужна. Конечно, такого строгого гайдвайда нету, но нужно как-то вот, учитывая и состояние пациента, настрой его, и какие-то установки администрации больницы нашей. Все это, конечно, в совокупности надо учитывать, но мы говорим в идеале, конечно, что должно быть, а на практике немножко другое, естественно. Мы с ним достойно земли, Сергей Михайлович. Да. Ну вот, конечно, просто, конечно, два докладчика, которые участвуют в дебатах, так же, как и Залина Викторовна, приняли на себя такую вот, такой шквал вопросов и критических, и с поддержкой. На самом деле ведь с этим сталкивается каждый из нас, и каждый из нас вынужден принимать определенное решение. Потому что, если мы спрашиваем, мы каждый раз пытаемся, например, на наших ярославских курсах дать гиперпластический полип не санкт-петербургскому эксперту, а японскому. Потому что, если дадим санкт-петербургскому, там удалять однозначно и вообще все, что там будет найдено, в хорошем смысле этого слова. Но японским эксперт не удаляет полип размерами менее двух сантиметров. При этом, когда конкретно в эфире, в прямом эфире задаешь вопрос, почему вы не удаляете, есть ли у вас какие-то рекомендации? Нет, рекомендаций нет. Это общепринятая установка в Японии менее двух сантиметров, полип не удаляется. Конечно, проводится эндоскопия экспертного уровня, конечно, проводится биопсия, прицельная биопсия, и, конечно, проводится эрадикация. Но меньше двух сантиметров полип не удаляется. Я даже больше скажу, что как раз больнице, в стационарном выгоднее эти полипы удалять, потому что они получают страховые деньги за это. И предстоит побороться еще за тактику консервативную в целом нам, потому что это... Есть обратная сторона этой медали. Пациента уже положили на удаление. Конечно, его уже не выпишешь уже. Нет, тут удалять не надо. Страховая компания и руководство больницы след за ней говорит, как, что вы делаете, вы лишаете клинику денег, и вообще вам госпитализировали, удаляете. Такая не на первом месте проблема, но тоже возникающая. У меня, знаете, вопрос есть, на самом деле, я так сижу со стороны, пытаюсь абстрагироваться. А мы сейчас про какую болезнь вообще разговариваем? Мы сейчас... Полип, полип, полип. Что есть полип? Полип – это опухоль или полип – это форма какого-то эпителиального чего-то, говорится. Потому что если мы с вами говорим, что мы выявляем аденому в этом полипе, ну это уже не гиперпластика, это трансформация некого состояния слизистой, потому что гиперпластический полип – это некая форма, я так понимаю, патологически развитой слизистой. И в ней уже развивается аденома, который там рак мы там ищем или еще что-то. По поводу кровотечения всего не знаю, но вот у меня вот сама фраза «полип» меня раздражает вообще, прямо с детства, мне кажется. Подождите, держите себя в руках, вы председатель. Это вы предложили. Я понимаю. Поэтому как бы полипа, полипа. Мы же все приходим, мы удаляем полипы. Но полипа – это форма образования, правильно? Мы с вами сейчас говорим о каких-то… приближаемся, по крайней мере, говорить о какой-то морфологии, да? Поэтому как бы… Как вообще принято в зарубежной литературе? Да у них, наверное, все там, полип да полип, да? Ну, вот мы с вами сейчас на самом деле вышли на то, что говорим эпителиальные новообразования, да? Там хайгрейд дисплазия, опять же, эпителиальные новообразования. Полипа для меня вот остается загадочной вещью. Я не знаю, что это такое. Для меня это… Полип – это вырост. Опухолеподобное образование, даже не новообразование. Это форма. Это форма, но она никак не коррелирует с гистологическим содержанием, так скажем. Опухолеподобное по виду внешнему. Так для этого у нас есть последний докладчик в этом списке. Я плавно наложу вас на мысль. Перед дискуссией. Коллеги, у нас возникла… Роман Анатольевич, подождите минуточку. У нас возникла такая мысль с Кириллом Вячеславовичем. Вот два докладчика, бэтл, как вы сказали. Давайте проголосуем в зале. Кто за позицию, которую отстаивал Александр Анатольевич? Удалять полипы, скажем так, большинство полипов все-таки удалять. Ну да, здесь неравные условия, конечно. Мне кажется, что 99% людей будут воздержавшиеся, вот честно, потому что слишком много дополнительных критерий. Подождите, может быть и нет. Нет, того, кто точно удалять… Нет, нет в зале сейчас. Я думаю, что за. А вот что, докладывали, что у пациентки все-таки при двух взятых биопсий, за короткое время выявлен гиперпластический процесс, но при удалении было выявлено карцинома. Это говорит о том, что надо более активной тактикой. Я просто смотрю с точки зрения амбулаторно-поликлинической службы. Допустим, ко мне пришел пациент, я его смотрю, беру биопсию, и я вижу полиповидное эпителиальное образование. Что мне с ним делать? Я не могу его оставить у себя, по крайней мере, по-любому. То есть я его буду отправлять дальше, а объяснять, что ему, знаете, вам не нужно. Поэтому несколько, по-моему, пациент не поймет меня. Я с вами согласен, если подойти к этому вопросу формально, о чем мы сегодня говорим? Мы говорим о международных рекомендациях. Американские рекомендации – 5 мм полипы более удалять. Европейские, британские рекомендации – на самом деле они сейчас уже есть драфты, они будут обновлены буквально вот в этом году, и там позиция очень сохраняется в этом вопросе. Больше сантиметра удалять. Японские – не рекомендации, но позиция. 2 сантиметра удалять, то есть все равно удалять. Нет такой позиции, что там не удалять. Никогда не удалять. Поэтому мне кажется, что постановка вопроса, может быть, и не такая уж и плохая. Простенький вопрос. Простенький вопрос. Доложено было и Роману Валентиновичу, и Залиной Викторовне, что 80% гиперпластических полипов редуцируются после эрадикационной терапии. Если при первичном исследовании мы отвергли дисплазию с помощью наших методов, размеры менее 2 см, и нет клинических проявлений в виде кровотечения или обструкции либо пищеводного желудочного перехода, либо удалять сразу или сначала пролечить и удалить у тех 20%, у которых после эрадикации эти полипы все-таки не ушли. Классный вопрос. Действительно, вопрос сложный. По нашим данным, если полип размером больше 1 см, никакая эрадикация на то, что он будет уменьшаться, не повлияет. У нас есть клинические примеры действительно значительного уменьшения полипов в размере, которые имеют определенную форму, такую в большей степени тип 1С, 0,1С по парижской классификации. Эти полипы уменьшаются в размерах. Полипы больше 1 см, особенно у которых есть все-таки такая широкая ножка, даже не широкое основание, эти полипы никуда не исчезнут после эрадикации. Поэтому надеяться, они могут визуально чуть-чуть уменьшиться в размерах, поскольку идет активное воспаление. И, возможно, это повлияет на ситуацию. Но, опять же, еще тут один такой вопрос, который, может быть, Залина Викторовна, Залина Викторовна надо было обсудить. Скажите, пожалуйста, а кто из нас, кто из сидящих в зале измеряет размеры полипа с помощью имеющихся подручных инструментов, например, раскрытых чашечек биопсийных щипцов? На глазок. На глазок. Ну, хорошо, тогда у меня к вам вопрос. У нас, например, в отделении тоже не все одинаково используют этот прием, но у нас в отделении есть установка. Надо сделать фотографию обязательно с раскрытыми чашечками щипчиков биопсийных. Тогда мы можем проследить динамику. Это тоже не так просто. Евгений Дмитриевич, я не ушел от ответа, но на самом деле нет ответа на этот вопрос, наверное. И аргументированно не могу вам сказать, как поступить в этой ситуации. А если все-таки удалять, если на фоне эрадикации, все равно эрадикацию перед этим проводить или нет? Мы эрадикацию проводим всем. Евгений Дмитриевич, можно еще один очень важный вопрос? Мне кажется, что, наверное, когда люди говорят о 80% исчезновении полипов, наверное, все-таки речь идет не о сформированном, ненавидимом Кириллу Вячеславовичем полипе слове. Вы греко не фил, да? А о том, что, как можете назвать, как угодно, папулой или хронической эрозией, вот об этом, скорее всего, идет речь. Уходит воспаление, уходит вот эта приподнятая часть, которую, ну, папулой мы по международной классификации, а сформированный полип, особенно, так скажем, превышающий, S-типа уже, да? Не A-типа, 2A-типа, а S-типа, я тоже сомневаюсь в том, что они способны претерпеть обратное развитие. Но я так вижу, вы поглядываете на своего морфолога, она нам сейчас все прояснит. Вся дискуссия, наверное, будет все-таки во многом после выступления Екатерины Альбертовны. А там есть еще один вопрос, пока Екатерина Альбертовна выходит. Скажите, пожалуйста, кто является лечащим врачом пациента с гиперпластическими полипами? У кого? Ну, кому вопрос задаю или что? А? Нет, кто является лечащим врачом? Еще раз, можно повторять? Я как врач-эндоскопист выявил гиперпластический полип. Да. Кто будет принимать решение, как его вести консервативно, нужна эрадикация, не нужно направлять его на хирургическое лечение? Кто является лечащим врачом пациента, у которого выявлен гиперпластический полип? В большинстве случаев тот, насколько я знаю ситуацию, в большинстве случаев тот, кто к вам его направил. Отнюдь в немногих центрах, так как, я знаю, у Сергея Владимировича есть, у нас есть, то есть эти пациенты также есть у нас консультативные приемы. Я знаю, что, допустим, в московском регионе вообще есть такая вещь, вот в амбулаторном звене, я знаю, эндоскопистам запретили давать рекомендации по лечению, а они обязаны отправить обратно гастроэнтерологу, терапевту, неважно кому, и тот будет назначать это лечение. Но почему это важно для обсуждения, наверное, в этой аудитории, потому что первым делом, ну, человек, вы можете не записывать эту консультацию, спросит он вас. Поэтому, ну, вот у нас тут доклад гастроэнтеролога тоже запланирован, вот мы сейчас ждем. Да, пытаемся с ней связаться, видимо, она в другом зале где-то потерялась, но вот как раз с ней еще этот вопрос можем обсудить. Презентацию. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Еще, ну, несколько лет буквально назад у нас, у патологоанатомов России, особых каких-то проблем и задумок не было по поводу диагноза. И работая в общесоматическом стационаре, получая направление, где написано фамилия и образование желудка, мы, в общем-то, в виде фавиолярной эпителии, мы писали гиперпластический полип, фавиолярной эпителии без диспластических изменений, писали гиперпластический, порой гиперплазиогенные полипы, и, в общем-то, не имея обратной связи с клиническими врачами, мы даже не знали, что дальше с этим происходит. В настоящее время, время на месте не стоит, есть группа, нозологическая группа, входящая в группу доброкачественных эпителийных образований, называется она гиперпластический полип желудка. Еще его второе название – фавиолярный полип желудка. Тоже сейчас этот термин используется. Это нозологическая форма. Вообще слово «полип» – это многозначное слово, и оно и как форма, и как биологические формы, но в данной ситуации нозология, мы говорим о гиперпластическом фавиолярном полипе желудка. Это нозология. Так условилось мировое сообщество, классификационно условилось называть это так. Да, значит, частота по возрасту, собственно говоря, достаточно часто у нас такая же картина, не буду на этом останавливаться. Локализация гиперпластических фавиолярных полипов, преобладающих абсолютно, это антральный отдел или нижняя треть тела желудка. Так, извините, вернусь. Начинаются вопросы в последнее время у меня, потому что читаешь статьи и понимаешь, что частота полипов по разным источникам очень сильно варьирует. От 14 до 93% частота полипов в биопсиях. Что это, с чем это связано? Значит, по фоновым процессам и теологии особой разницы между и какой-то преобладающей какого-то фонового процесса нет, но 25% все-таки геликобактер, пилори, гастрит и реактивная гастропатия, то есть химически реактивная гастропатия. Геликобактер, пилори, инфекция, его влияние все доказано и многими статьями, и тут, в общем-то, никуда от этого не деться. И высокий уровень гастрина также влияет на развитие гиперпластического полипа. Это аутоиммунные гастриты, при которых, в общем-то, тоже может встречаться гиперпластический полип в теле, но крайне редко. Определенные типы и варианты полипов, то есть есть определенные две составные части гиперпластических полипов морфологически, и мы должны их найти. То есть вот, расширенные кистозные железы, но можете посмотреть, я не буду это абсолютно точно уточнять, отечные, отечные стромы инфильтрированные, розированный полип. Вот эти два критерия, причем не за минусом ни одного из них, они должны присутствовать в любом гиперпластическом полипе. Порой иногда очаговая кишечная метаплазия фокально может присутствовать тоже. Это не исключает диагноз гиперпластический полип. Дальше пошли вопросы. Вот такое большое многоцентровое достаточно исследование. Почему-то именно интердисциплинарное соглашение между патологами по диагнозу гиперпластического полипа оказалось меньше, чем аденомы и полипов фундальных желез. Он не низкий, но меньше. Возникает вопрос, почему. Также ретроспективный анализ достаточно большого количества исследований говорит о том, что по диагнозам вдруг ни с того ни с сего за последние 10 лет снизилось количество гиперпластических полипов 65% до 15% в Китае. Тоже непонятно, с чем это связано. А оказывается, вот с чем. И уже много статей о том, что существуют разные формы гиперплазии именно из фавиолярного эпителия. И с чем мы путаем гиперпластические полипы. Первое, полипоидная фавиолярная гиперплазия, это вверх. То есть вот эти все 208 случаев диагноз был, патологоэнтомический диагноз был гиперпластические полипы. После пересмотра совместного многими патологами из разных клиник был поменен диагноз 49% на полипоидную фавиолярную гиперплазию, а в 20% на мукозальный пролапс, то есть пролапс слизистой. Это два совершенно других процесса, это не гиперпластические полипы. Полипоидная фавиолярная гиперплазия, это реактивный процесс, абсолютно точно известно. В данной ситуации вот у нас есть признак, он тоже полип, он выглядит как полип эндоскопический, желудка, но в нем нет тех признаков, полноценно тех, по количеству, те, которые нам нужны для постановки диагноза гиперпластический полип. Да, мы видим гиперплазирный фавиолярный эпителий, но это не гиперпластический полип. Нет кист, нет эрозии, ну, тех составных частей. Мы сейчас стали писать уже тоже полипоидные фавиолярные гиперплазии, и, собственно, это регенеративный процесс. Вот этот процесс абсолютно обратим. Убираем воспаление, процесс обратим. Реактивная гастропатия тоже может выглядеть как полипчик иногда, да, такая форма. Она, как правило, химическая, как правило, рефлюксная, антральный отдел. Но здесь у нас, вот у патологов, вопросов особых не возникает для диагностики. Но это совсем новые какие-то данные, гиперплазирные аберрантные ямки тела желудка, причем доказано, что они даже могут молитвизироваться. Мы пока один раз только столкнулись с этим при биопсии, когда нам эндоскопист звонит и говорит, ну, я вижу уже полип в теле желудка, почему вы пишете, что там нормальное слизистое тело? А потому что там пролиферация идет именно слизистой фавиолярного вместе с фундальными железами. А мы не можем, то есть, вот он говорит, ну, найдите полипы. Ну, нет полипа, нет гиперпластического полипа. Это новое абсолютно исследование, пока начинаем об этом только задумываться. Тоже новое исследование. Причем в этой статье они назвали это полипоидный надулярный рубец. Многоцентровой анализ Бразилия и Япония. В основном Япония. Очень много результатов. То есть, обычно после ESD, причем при R0, то есть, причем при отсутствии опухоли в краях, возникает через какое-то время полип, рост полипа, как формы в желудке. Наш случай. То же самое. Удаление методикой диссекции по последнему слою пациенту 69 лет. Там была дана карцинома антрального отдела, края были интактны, все было, в общем-то, спокойно. В дальнейшем... Так, я, наверное, пропустила. А вот это его, извините, да. И вот в дальнейшем, через 10 месяцев, через 6 даже месяцев, при повторной эндоскопии, при контроле, обнаруживается вот такое образование. Ну, в общем-то, выглядит, наверное, да, как гиперпластический полип. При взятии биопсии фавиолярная гиперплазия. То есть это не гиперпластический полип. Через какое-то время... Это не надо удалять. Это реактивные изменения. Это фактически рубцовые изменения, связанные с пролиферацией соединительной ткани и фавиолярного. Это не опухоль. За ней наблюдать, лечить, и она через какое-то время все-таки ушла. Еще одна статья японского исследователя, который входит в группу по изучению гиперпластических полипов. Он абсолютно точно говорит, что желудочные, фавиолярные гиперпластические полипы, те, которые настоящие, не регрессируют и самопроизвольно не исчезают. Пишет риск злокачественной трансформации 4,5%. Это немаленький риск. И да, он подтверждает, что фонд хронической атрофии может быть как при ТПА и при ТПБ-гастрите. Значит, еще многие статьи уже давно ведутся о том, что генетическая поломка в гиперпластических полипах есть даже при отсутствии фенотипических диспластических изменений. О чем это говорит? Вот это как раз вопрос о том, что все-таки гиперпластический ли это процесс, или это уже опухолевый процесс. Тоже большая статья по изучению, в которой взято было 809 гиперпластических полипах, из них 15 были с дисплазией, 15 с раком. Изучали просто взаимосвязь, наличие дисплазии и неоплазии с какими-то другими критериями. И в основном у них как раз критерии. Это был размер, большой размер связан с наличием неоплазии. И такой признак макроскопический, как лобулярность полипа. То есть наличие таких лопастей. Сейчас вам покажу. У нас был случай такой. Значит, еще одно исследование. Тоже говорит о том, что... Ну да, то, что крупные новообразования, в общем-то, имеют под собой генетические поломки. И у большинства это возможно, что это рак. Это наш случай. Пациентка 58 лет на фоне атрофического, не метапластического, то есть не было кишечной метаплазии, гастрита. Образование тела желудка. Вот оно образование, оно лопастное. При диагностической биопсии была поставлена денокарцинома. Без уточнения не уточняли, какой тип денокарцинома. Дальше вы видите гистологический препарат уже после формалина выглядит не очень красиво. Что было на гистологии? А гистологические окончательные заключения по этому примеру было, что это все-таки фокус аденокарцинома в гиперпластическом полипе. Вы видите, да, что справа вверху это участки этого гиперпластического полипа в этой опухоли. И такие же участки, чуть-чуть в другой зоне, это аденокарциномы. Причем аденокарцинома именно фавиолярного типа, не кишечного, подтвержденная иммуногистохимически с положительной экспрессией муцина пятого. Это абсолютная экспрессия фавиолярного типа муцина. Ну, выводы такие, что все-таки группа гиперпластических фавиолярных образований, она неоднородна. Надо задуматься о том, да, как ставить. Поэтому, если мы ставим гиперпластический фавиолярный полип на биопсии, мы должны понимать, что это все-таки, скорее всего, или опухоль, или предопухолевый уже процесс. И имеет риск злокаченной трансформации. И полипектомия все-таки рекомендована при больших размерах этих образований. Спасибо за внимание. Можно сразу вопрос сначала тогда Екатерине Альбертне, а в зал. Скажите, пожалуйста, а кто знаком с каким-нибудь морфологом, кроме Екатерины Альбертной, который сможет вам различить три вот эти заключения? Гиперпластические полип, фавиолярная гиперплазия, и третий, я даже еще вот сам не запомнил, честно говоря. Есть знакомый морфолог, у кого вот такой в зале? Две руки. Ну вот, две. Нет, нет, что вы? Я двум-то удивлен, честно говоря. И честно... А, вот, извиняюсь. Да, у нас действительно есть. Хорошо, у нас вот на эндоскописты здесь представлено значительно большего количества учреждений. Что нам делать-то? Вот, может, вам как-то с вашими коллегами тогда этот вопрос тоже. Потому что это действительно то, на чем строятся во многом все наши проблемы. Потому что и наши споры, да? То есть, если бы нам давали гиперпластический полип, вычленяя его из этих трех видов новообразований, то действительно мы бы с радостью убирали настоящий гиперпластический полип и даже бы не дискутировали на эту тему. А получается так, что чаще всего мы получаем заключение и по фиолярной гиперплазии, и по всему гиперпластический полип. Поэтому, не знаю, есть какие-то обсуждения морфологов на эту тему, увлечения тоже этой темой? Я думаю, время покажет, со временем все наладится, мы будем между собой общаться, мы собираемся тоже, патологи на своих конгрессах будут доклады и принимать какие-то стандарты. Нужно время. У нас эта тематика такая интересная. Вчера онколог, которого мы позвали на наше вчерашнее заседание, Жукова, она вчера, она с Алилина Григорьевна, она вчера после заседания, пообщавшись с залом, мне написала сообщение, спасибо, что втянул меня в это. Я сначала подумал, что это некий сарказм, оказывается, нет. Она действительно поняла, что есть еще некий огромный пул проблем, в которую раньше она, как онколог, даже не вникала. Может, и морфологом теперь станет интересно просто? Да, нам очень интересно, когда мы работаем именно в команде. Намного интереснее, поверьте. У меня есть опыт и так, и так работаю. Хорошо, спасибо. Я на самом деле думал, что другой вопрос спросишь. Когда у нас был год три или четыре назад один пациент, морфолог, он говорит, а я вам точно скажу, почему гиперпластические полипы рецидивируют. Он не морфолог, он был микробиолог, я даже не знаю, как это называется, он занимался коллагенами разными типов и объяснял, он объяснял механизм рецидива с помощью коллагена, это совсем другое, не к морфологии даже, а к механизмам рецидива. Он биохимик или кто-то в этом вроде был. Есть какие-то морфологические предпосылки для того, чтобы прогнозировать рецидив полипа, который мы удалили как форму, как говорится, а не как гистологическое строение? Вот вам поступает некий субстрат, да, вы его том-ту-ту-ту-тон, и говорите, Сергей Иванович, через три месяца жди рецидива, вот такая капуста придёт. Есть какая-нибудь предпосылка такая вот? Предпосылка, наверное, такая же, как при удалении любых от дном края резекции, не более того, если в крае не видим, не будет рецидива. А что вы там должны увидеть? О чём говорят японские коллеги? Мы должны не увидеть признаки гиперпластического полипа в краях резекции. Это вот мы сейчас про истинный гиперпластический полип говорим, который там посерединке был, которых 30% из тех, о которых говорим мы. Нефавиолярную гиперплазию, да. А именно из тех 100% гиперпластических полипов это 30%. Да, связанные вот с теми генетическими поломками, о которых говорили. А вот, клятия, то есть, а если вы видите фавиолярную, допустим, вот эту гиперплазию, я извиняюсь, я третью подвиг не запомнил. Пролапс. Да, пролапс желудочный. То есть, если вы видите вот это, то значит нам точно ждать рецидива. Правильно я понимаю? Почему фавиолярная гиперплазия – это процесс не то что… Ну, возможно, там разные варианты. Если вы лечите, она может регрессировать. Это не опухоль. Надо понимать, что фавиолярная гиперплазия – это не опухолевый процесс. И оно зависит от воздействия какого-то фактора внешнего. Если вы убираете внешний фактор воздействия, этот процесс регрессирует. А полипоидный пролапс – это вообще что-то ближе к порокам развития, к гомортомам. То есть, это ближе к гомортомам. Это крайне тоже редкий процесс. То есть, они рецидивируют, вот они не должны рецидивировать. Они не должны, да. Но они могут потихонечку-потихонечку расти. Есть и в толстой пешке тоже. В литературе есть публикация о том, что часть полипов, которые мы считаем гиперпластическими, они не истинно гиперпластические полипы, они являются гомортомами. И здесь надо клинически уже подумать. И гастроэнтерологу, направляющему больного на эндоскопическое обследование, что провести обследование по поводу выявления полипов в Пейтс-Егерсе, в толстой кишке, и в других отделах желудочно-кишечного тракта. Я здесь только единственный комментарий. Хотел сказать, что вот эта фраза, что если, как обычно, края чистые, рецидива не будет, на самом деле, сколько ни пытались, наверное, по-моему, и в Рославле как раз-таки делали, и диссекции делали при этих полипах, ничего это не помогает. Сколько ни отступи, рецидивы возникают. То есть здесь вопрос все-таки не в краях, а в состоянии слизистой. Вот ее реакция на раздражающий агент, который чаще всего является желчь, заброс желчи. Мы на это воздействовать не можем никак, устранить этот фактор. И поэтому получается, что по большому счету, что не делай, рецидив здесь возможен, вот так скажем. То есть не то, что неизбежен, но возможен. Рецидив чего? Гиперпластическая полипа. Выяснили, что это не гиперпластические полипы, а февелярная гиперплазия. Но февелярная гиперплазия, хорошо. Это разные вещи. Разные вещи с точки зрения морфолога, с точки зрения эндоскописта, когда мы видим его, да, это в принципе вот мы увидим, берем биопсию, и дальше что с ним делать, это все-таки гиперплазия. Ты пропустил. Я пропустил, безусловно, но на самом деле здесь мы говорим о патоморфологическом диагнозе, однако мы говорим о том, что на этапе до мы не можем разобраться зачастую, что это такое. И только уже удалив, грубо говоря, морфологи могут нам об этом что-то сказать. Биопсия же здесь не даст ответа на этот вопрос. Вот об этом мы и говорили. Пока не удалишь, я опоздал. Я опоздал. Ну, не знаю, мне кажется, еще должны какие-то вопросы задать. Мы должны породить сейчас дискуссию, на которой у нас отведено аж 50 минут. Конечно, мы просто ждем от вас вопросов. Для этого здесь собрались. Сейчас по очереди. Спасибо большое за прекрасное сообщение. Скажите, пожалуйста, вот все-таки по тактике, с точки зрения морфолога, вот с точки зрения строения стенки желудка, да, вот какой выбор все-таки диссекция или резекция? Что скорее приведет к, так сказать, рецидиву? Может быть, какая-то параллель, вот говорили с килоидом первого и второго типа, да, с коллагеном. Вот все-таки что нам делать? Диссекции или полипектомии резекции? Спасибо. Вопрос интересный. Не думала об этом, не вторгалась в эту тему. Но, наверное, чем больше удалишь в пределах здоровых тканей, тем лучше. И все зависит от того, что вы удаляете, у кого и для чего. Если это образование на ножке, на узкой ножке, наверное, лучше делать даже полипектомию. Если это образование большое, вы не видите четко границ, наверное, лучше сделать диссекцию. То есть, вот, я отвечу так. Пока достоверно не могу сказать. Получается наоборот. Да, вот, с точки зрения экспертов, я так поняла, что диссекция скорее приведет, да, к, так сказать, рецидиву. Правильно я понимаю? Не скорее, а к большей площади. Большей площади. Вот, как так, по честному. Но тоже не факт. Тоже не факт. То есть, никаким образом дать никаких рекомендаций. Да, с моей точки зрения, это полка о двух концах. Если мы говорим о резекции слизистой в желудке, когда мы удаляем полип, то, наверное, это технология вот именно в желудке, когда можно не достичь отрицательного края. Вот. Если мы говорим про диссекцию, то это более контролируемые процессы. Тут мы можем отступить. Но речь идет о том, что это либо диссекция по краю, по здоровым тканям, либо диссекция, как это самое, с отступом, да, с мегаотступом. Но, наверное, диссекция с мегаотступом никакого значения не имеет в отношении рецидива. Но, в любом случае, если у меня так, как бы, ну, так, по душе, проще сделать небольшую маленькую диссекцию, чем делать резекцию слизистой с риском не удалить полностью. С другой стороны, я тут, как, я всегда за диссекцию, всегда, везде. Но именно в этой тематике я, пожалуй, как раз-таки больше за резекцию, потому как именно лечение потом рецидивного полипа, если уж это надо будет делать, после диссекции фиброз очень значимый, и выполнять повторное вмешательство очень тяжело бывает. И, как мы говорим, это не решает проблему диссекции абсолютно. Как она была, так и остается. Рецидивы точно так же есть. И вопрос, мы, скажем так, если заглядывать на будущее в случае негативного события, когда нам надо повторять это вмешательство, я предпочту резекцию. То есть чем меньше травма, тем меньше риск, вот мне так кажется, повторного возникновения подобного образования. И даже были работы о том, что, по-моему, когда с эндопетлёй делали, то есть как бы просто ишемизировали эту ткань, меньше было рецидивов. Там нерепрезентативный был материал с точки зрения количества случаев, но тем не менее. А если истекать с отступом, просто потом очень большая зона рубца, что повторно туда очень тяжело влезать. Поэтому я больше за резекцию, если уж надо. Здравствуйте. Вопрос больше технического характера. Екатерина Альбертовна, понятно, что тогда, когда берем мы биопсию, кусочек ткани, размер, чем больше, тем лучше. Но меня больше интересует, не менее сколько миллиметров для вас будет более информативной, и для нас в том числе. Спасибо. И сколько кусочков желательно? В данном случае не размер важен, а прицельность. Вам нужно взять участок наиболее с нарушенным рисунком, чтобы исключить деспластические изменения. Если структура однородная, мы взяли три кусочка, опять-таки обращу ваше внимание, не менее одного миллиметра, то есть один миллиметр для вас будет достаточно? Два миллиметра. Спасибо. Я понял, что часто, как и в жизни, важнее договориться с тем, кто держит микрофон, а не получить разрешение председателя на вопрос. Екатерина Альбертовна, создается отчетливое впечатление, что рецидивные гиперпластические полипы антрального отдела желудка, они, кстати, к вопросу о том, можно ли предсказать, с точки зрения картины не знаю, а вот портрет этих пациентов клинический, он складывается очень четкий. Это, как правило, гиперстенические женщины среднего и старшего возраста с отчетливо, постоянно наблюдаемым рефлексом желчи согласен и очень часто еще с нарушением толерантности к глюкозе или с диабетом. Это прямо вот такой синдром для рецидивного полипа. Но вопрос другой. Такое впечатление, что рецидивный гиперпластический полип, то, что, по крайней мере, мы сейчас называем в антральном отделе желудка, это не рецидив развивающейся из слизистой оболочки. Это то, что на коже наживается килоидным рубцом. Есть пациенты, вы прекрасно это знаете, как не ушивай, хоть отравматическим швом, и что не делай, и даже при повторных иссечениях этих килоидных рубцов вот так устроен коллаген у человека, или его система соединительной ткани заживает так, что образует вот это фиброзное ядро, которое потом сверху просто покрывается, естественно, эпителием, который при морфологическом исследовании, наверное, вы расцениваете как фавиолярную гиперплазию. Вот вопрос, может быть, он смешной. Можно как-то доказать то, что, если удалили все-таки полип любым способом, что суть проблемы не в рецидиве, истекающем из слизистой оболочки, а именно в рецидиве, грубо говоря, рецидив развивается не в слизистой, а в подслизистом слое. И тогда с этой точки зрения встает вопрос о том, что делать. Вот говорили о том, что даже после резекции желудка хирургически развиваются рецидивы в краях. У меня впечатление, что если говорить все-таки о малоинвазивных подходах, то надо двигаться в сторону и не столько обсуждать резекцию петлей или диссекцию, потому что диссекцию, понятно, что очень тяжело сделать при массивном фиброзе, сколько в сторону полнослойного истечения и обязательно полностью ушивания слизистой оболочки, чтобы не оставлять на воздействие желчи, вот этого агрессивных фактора, вот эту массивную рану. Но я долго задаю вопрос, вопрос конкретный. Можно доказать как-то, что рецидив развивается из-под слизистого слоя, а не из слизистой оболочки? Спасибо большое. Вы очень красиво описали, прям подфизиологически там именно происходит то самое, что и Вы сказали по типу килоидного рутца, прекрасное сравнение. Происходит пролиферация стромальной ткани, с пролиферацией по поверхности, естественно, фавиалерной петели. Мы его видим, там возникает склероз, но он не из-под слизистого слоя, он в пределах слизистой оболочки. Там тоже есть строма, там тоже есть сосуды, идет пролиферация коллагена, так что, собственно, мы что и видим в биопсии впоследствии. Из собственной пластинки слизистой оболочки. А как раз не хватает прочности вот этого подслизистого слоя? Подслизистый слой в биопсию не попадает. То объяснимо. При исчечении. Просто создаётся впечатление, что людей с килоидом значительно меньше, чем с гиперпластическими полипами. Мне так кажется. По поводу полностенного исчечения. Такие попытки, что называется, были. Ни к чему это хорошему не приводило. Как росли, так и растут в зоне исчечения полностенного. Но на самом деле тоже... А как укрывали? Ну, укрывали как могли. Здесь я не говорю, что послойно. Конечно, нет. Но закрытый дефект, безусловно, был. Даже если взять классику, не про эндоскопию, а про хирургию, когда резекцию из желудка делают. У нас там озе всё растёт. Поэтому здесь, опять-таки, это не решение проблемы, к сожалению. То есть, на мой взгляд, вообще в этой ситуации, это единственная проблема в онкологии, которая не имеет решения пока. Это гиперпластический полип, к сожалению. Это проблема всё-таки онкологии или нет? Нет. Гастронтерологии. Ну, да. Уважаемые эксперты, скажите, пожалуйста, что же всё-таки нам делать с рецидивными полипами? Мы ещё не дошли до этого, у нас дискуссия будет. Это слишком лёгкая смерть. Роман, вы видите. Я буквально, может быть, хочу прокомментировать, соглашаясь с Сергеем Митчем и с Олегом Борисовичем, что, видите, увеличение объёма операций при гиперпластических полипах вплоть до хирургической резекции не приводит к решению проблемы. И, может быть, как раз, скажем, решение вопроса не увеличения объёма операций, а в каких-то технических деталях? Вот я спрашивал на предмет введения препаратов в зону полипоктомии, и те же есть работы о введении токсисклерола, о введении гормональных препаратов. Может быть, здесь следует искать решение, в какой-то степени решение проблемы, рецидива этих полипов? То есть надо обсуждать не только объём операции, но и детали такие, способы окончания этих вмешательств. Мы у себя вводили гормональный дексаметазон калорики при удалении. Это не дало никакого абсолютного эффекта, вот так могу сказать. Этоксисклерол не пробовали. Мы тоже это стали делать, но должны быть трандомизированные группы и очень чётко наблюдать этих больных. Давайте попробуем сделать многоцентровое исследование. Это интересно. Я могу сказать, что на самом деле за последние несколько лет я близок очень к Иван Юрьевичу, в том плане, что я стараюсь не удалять эти полипы, максимально отстраняясь от этой проблематики. Лечите, говорю, хеликобактер, гастрит. И только в случае симптоматичности приходите, мы будем удалять. Во всех остальных случаях я не удаляю. Можно мою презентацию? Я очень коротко постараюсь наше мнение обозначить. Во-первых, мы начали этой проблемой действительно серьёзно заниматься. Я думаю, что в конце этого года мы будем готовы представить наш большой материал, более чем 100 больных. Портрет больного с гиперпластическим полипом, особенно с тем, который имеет определённые риски нового роста после удаления, он очевиден. Евгений Дмитриевич его очень чётко описал. Это женщина, возраст старше 65-60 лет. Это сахарный диабет. Это достаточно большое количество сопутствующих заболеваний. Это заболевания щитовидной железы, аутоиммунный тиреидит. И огромное количество принимаемых лекарственных препаратов. Кроме того, это сниженная перистальтика желудка, которую доказать крайне сложно. И дуоденогастральный рефлюкс, который, как мы тоже на стендапе убедились, дискутируя с Рафом Бишопсом, доказать достаточно сложно. Особенно доказать его клиническое значение, точнее клиническое значение того, что мы видим при эндоскопическом исследовании. Поэтому, конечно, такие пациенты должны быть более детально обследованы. Надо сказать, что у таких пациентов и хеликобактерная инфекция это не играет никакой роли. Кислотность у таких пациентов не повышена, как минимум. И хеликобактер пилори мы у них находим отнюдь не в 100% случаев. Поэтому проблема, которой надо заниматься, мне кажется, что многоцентровое исследование смогло бы более точный дать ответ на многие из сегодняшних вопросов. Но первый вопрос – это, конечно, что такое гиперпластический полип. И мне кажется, что и сами эндоскописты, и самое главное, что морфологи в разных клиниках могут по-разному трактовать одни и те же процессы. И зачастую из-за гиперпластический полип выдаются те образования, которые действительно нужно удалять, а не наблюдать. В частности, и гомортомы для того, чтобы хотя бы установить точный диагноз. Но, положа руку на сердце, сегодня не было бы вообще никакой дискуссии, если бы не так называемые рецидивы или резидуальный рост. Раньше мы писали «резидуальный рост». После того, как мы прочитали статью группы Терри Паншона о диссекции, то о каком здесь резидуальном росте может идти речь? Там такая диссекция огромная. Поэтому мы перестали писать это слово. А в последнее время мы вообще задумались, как обозначить то, что мы видим. После новый рост полиповидного образования, который мы видим после удаления полипа. Если бы этого не было, дискуссии бы, наверное, не было. Удаляешь, получаешь нормальный морфологический препарат. Тем более, как мы сегодня убедились, страховые клиники заинтересованы, страховые компании оплачивают такие операции. И не такие уж они, собственно говоря, и сложные. Но вот этот вопрос роста нового полипа на месте удаленного, конечно, он не дает никому покоя. И я бы хотел показать три образования, которые есть на слайде. И спросить аудиторию, в чем разница между ними? Олег Борисович, вот лучше вас, вас не было утром. Ну, гиперпластические полипы. Да. Резидуальные, рецидивирующие. Ну, это вы должны сказать, наверное, да. Нет, ну, тут есть трубцы, да, видно. Но разница в том, что в центре все-таки вроде бы есть зауженные основания. Да не принципиально, он просто быстрее вырос. Вот теперь посмотрите, откуда эти полипы. Первый полип – это исследование, публикованное в эндоскопе группы Тири Паншона и Мэтью Пиоша. Вот такая вот была сделана диссекция. И это первый образование. Второе образование, извините, это первое, извините, я немножечко перепутал. Это среднее, это группа Тири Паншона, среднее образование. Вот гиперпластический полип, удаленные диссекции, рецидив, среднее образование. Следующее, диссекция. Это то исследование, о котором говорила Екатерина Альбертовна. Я специально сейчас еще раз хотел бы сделать на нем акцент. Это очень интересная работа. Это Норико Уеда и Питер Драганов. Собрали данные из четырех центров. Диссекция. По поводу раннего рака желудка. Высоко дифференцированная аденокарцинома. Дистальная аденокарцинома. Вот что они обнаружили через три, по-моему, три или шесть месяцев. И последнее. Наш ранний рак желудка. Абсолютно сорокаминутная диссекция. Быстрая, очень аккуратная, очень деликатная. Без какого-либо агрессивного повреждения. Образование только хук ножом в режиме драйкат, циркулярный разрез в режиме свифт-коагуляции. Очень хороший подслизистый слой. Вот что мы получили. Финально это правый снимок. Образование очень похоже. По своей морфологической структуре они практически идентичны. И у нас есть такой же пример, как и у Терри Паншона. Когда мы выполнили по поводу нового полипа, выполнили диссекцию. Получили массивное кровотечение во время диссекции из крупных сосудов. И подумали, ну если это питающая какая-то часть полипа, то на этом всё закончится. И через три месяца мы получили такой же массивный рост, как и группа Терри Паншона. Морфологически все эти образования, они очень и очень схожи. И, честно говоря, ни у Питера Драганова, ни в первом слайде никто не называл эти, и мы тоже не называли эти образования резидуальным полипом гиперпластическим, рецидивирующим гиперпластическим полипом, хотя субстрат абсолютно такой же. Поэтому это первый вопрос для нашего дальнейшего обсуждения. Но мне бы хотелось показать работу, которую мы совсем недавно прочитали, и после чего мы стали задумываться о том, как нам называть, во-первых, эти образования, как нам вести этих больных. Это прекрасная работа, полипоид, ноддлскар, тут ещё и Ютака сайта, то есть и Национал Канцент Центр, и Чиро Ода, то есть все известные люди. Вот количество пациентов, риск нового полиповидного образования в области рубца около 3%, если диссекция была выполнена в дистальном отделе желудка. Но практически во всех случаях этот новый рост, такой гиперпластический рост, был выявлен при диссекции в дистальном отделе желудка. Дальше я вырезал сейчас часть из этой статьи, очень интересную, и она, на мой взгляд, важна для обсуждения с гастрентрологами. Как нам вести таких пациентов? Ведь всем же назначаются мощные ингибиторы протонной помпы, иногда в очень большой дозе. Мы до сегодняшнего момента всех пациентов ввели, проводили эрадикацию, назначали ингибиторы протонной помпы этим пациентам, не измеряя кислотность желудочного сока, в общем-то, без каких-то серьёзных показаний. Посмотрите, какое действие могут оказывать ингибиторы протонной помпы. Это воздействие на фактор роста фибробластов, воздействие на эндотелиальный фактор роста. То есть фактически ингибиторы протонной помпы, особенно при заживлении дефекта после диссекции или резекции, оказывают действия, направленные на ещё большую пролиферацию и активацию всех факторов, в том числе и заживляющих. Поэтому, конечно, этот вопрос можно было бы адресовать гастрентрологу для того, чтобы обсудить, а нужно ли этим пациентам ингибиторы протонной помпы. Потому что Питер Драганов и в заключении, и в дискуссии пишет о том, что зачастую в Соединённых Штатах эти пациенты ведутся на сукральфате без каких-то, без высоких доз ингибиторов протонной помпы. Или ингибиторы протонной помпы назначаются на очень короткий промежуток времени. Ну и в заключении, если говорить о собственной позиции и позиции нашей клиники, то мне кажется, что позиция на сегодняшний день всё-таки должна соответствовать каким-либо из международных стандартов. И одни из таких популярных рекомендаций международных, которые мы сегодня несколько раз вспоминали и говорили об этом, это рекомендации британского эндоскопического общества. Поэтому, конечно, все полипы, которые мы выявляем в желудке, должны быть обязательно подвергнуты биопсии. И здесь, наверное, вопрос для дискуссии с Золиной Викторовной, надо ли выполнять биопсию, когда мы видим, например, рост нового полиповидного образования. Мы её всегда выполняем, потому что работая в онкологической клинике, мы не можем пациенту не выполнить биопсию, особенно если это образование большое и оно растёт, это же растущее образование новое. Поэтому биопсия, мне кажется, крайне важна. Она позволяет и морфологу оценивать, что это за новый рост, и оценивать структуры, которые есть. Конечно, эта биопсия должна быть максимально прицельной с использованием техники экспертного уровня. Второе. Биопсия окружающей слизистой оболочки тоже должна выполняться. И если мы видим гиперпластический полип, а это зачастую бывает на фоне атрофического гастрита, то мы должны, конечно, типировать этот гастрит и понимать, какое фоновое заболевание, нет ли там уже предраковых состояний изменений слизистой оболочки. Если хеликобактер пилори выявляется, эрадикация – это стандартный подход. Надо проводить, и мы тоже назначаем эрадикационную терапию нашим пациентам. У больных, еще раз хочу сказать, что у пациентов, у которых полипы менее 1 сантиметр, и они не имеют ножки, и это широкое основание тип 1С, мы видим примерно в 30% случаев, мы видим регрессию, уменьшение роста этих образований. Конечно, мы должны проводить эндоскопию экспертного уровня, выявлять потенциальные фокусы дисплазии. И если, например, в таком гиперпластическом полипе мы обнаруживаем участок аденомы, то это стопроцентное показание для эндоскопического удаления. Ну и дальше я бы хотел сказать, это тоже персональное мнение, которое вне рекомендаций мы очень прислушиваемся к мнению наших японских коллег. С пациентами надо быть очень и очень осторожным. Особенно та группа пациентов, о которых я говорил, это сахарный диабет и так далее, и так далее. Мы таких пациентов стараемся максимально не оперировать, успокаиваем их, объясняем, что это воспалительные изменения, это гиперпролиферация ткани, и наоборот, снижая воспаление диетическими факторами, консультации, может быть, с эндокринологами, и внесением изменений в терапию. Мы можем достичь результата не в регрессии полипа, а в том, чтобы этот полип в своем росте остановился. И это тоже уже очень хороший результат, и мы об этом говорим пациенту, что если мы добились стабилизации состояния, это самая лучшая ситуация, которую мы можем в этом случае желать пациенту и нам самим. Вот на этом бы мне хотелось остановиться. Ну и вопросы для нашего дальнейшего обсуждения, обсуждений с нашими экспертами. Отбор пациентов, все-таки тех, которых надо оперировать, об этом надо думать всегда, и мне кажется, что в 100% случаев такие операции выполнять не нужно. Более точный морфологический диагноз, что это за патологическое образование. То есть я хочу сказать, что морфологи должны вместе с нами переживать за этих пациентов и изучать ситуацию, и быть в курсе всех современных данных о морфологических диагнозах той группы гиперпластических полипов, которые есть в желудке. Выбор методики. Мы тоже об этом говорили. Владимир Александрович Мальков, холодная петлевая резекция. Мысли наших специалистов, которые видят таких пациентов почему-то больше, чем в европейских странах, они очень идут в правильном направлении, то есть снизить воздействие на слизистую оболочку во время выполнения операции. Ну и еще один вопрос, как вести пациента после операции. Инъекции дексаметазона мы стали выполнять их. Тоже доложим об этом в конце этого года. Ингибиторы протонной помпы. Я обозначил позицию, которая описана в статье у Еда и Драганова. Эрадикация хеликобактер пилори. Тут скорее да. И может быть, если не злоупотреблять ингибиторами протонной помпы, то использовать такие препараты, как хорошо забытый сукральфат, который мы в нашей практике очень часто используем у пациентов с пищеводами Барата, с рефлюксозафагитами после гастроктомии. И это очень хорошо работает. Ну и последнее, как наблюдать. Тоже кратности наблюдения, сроков таких не существует. А ведь это еще и экономический вопрос. Вы абсолютно сегодня правильно. Всю дискуссию вашу, извините, если я вам задавал много вопросов, просто все, что вы сегодня поставили в вашем сообщении, все вопросы, они все очень правильные. Экономическую составляющую надо тоже учитывать. Как наблюдать, как кратно, сколько брать биопсий. То есть, конечно, тематика, которую выбрал Кирилл Вячеславович, это просто горячая тема, хот-топик сегодняшней эндоскопии. Решив эту проблему, очень многие вопросы... Мы переключимся на ранние раки и на глобальные диссекции или полностенные резекции тогда точно. Спасибо. Решив эту проблему, мы будем жить на Марсе, мне кажется. Сроки решения приблизительно одинаковые. А можно вопрос? Даже я извиняюсь, что получается после вашего доклада вопрос, наверное, не совсем к вам двоим. Дело в том, что вот эти рекомендации, это британские, насколько я их говорю, они великолепные. Они великолепные. Там ничего не сказано про гиперпластические полипы. И там указано то, что нужно убирать полипы, которые симптоматические, логично, мы все об этом говорим, обтурирующие, с кровотечением и тому подобное, и с дисплазией. В связи с чем у меня вопрос по поводу дисплазии. Когда предыдущие, это, наверное, уже Катерине Альбертне больше, дело в том, что когда предыдущие 10 лет у нас любимой темой были не гиперпластические полипы, а пищевод Боретта. То есть он и сейчас любим, но немножко, как бы постепенно, уже вроде все разобрались более-менее. И основным таким топиком там было о морфологии и о том, что морфологию никоим в случае нельзя брать на фоне воспаления, так как воспаление для наших морфологов самой модифицировать там дисплазию. И отличить дисплазию воспалительную от дисплазии Боретта, то есть это для морфологов очень сложно. Вопрос. Так как гиперпластический полип, фавиолярная гиперплазия, я не беру вот эту протрузию, опять я неправильно назвал, пролапс, соответственно, да, так как это явление, и особенно это регенераторный и воспалительный, мы говорим о том, что надо лечить воспаление, можем мы в данной ситуации отличить дисплазию вот эту самую воспалительную от дисплазии той, которую мы должны удалять. онкологической. Извиняюсь за вопрос. Да, спасибо за извинение. Спасибо не за вопрос, а за извинение. Я понял. Екатерина Абертовна к нему готова, поверьте. Да. Разные процессы, разные фенотипические, в барроте при язвах есть такие изменения, эпители, которые похожи так на атипию, такие крупные клетки с крупными ядрами, которые, ну, мы просто лучше не ставить, лучше не ставить. Там, ну, можно сказать, если не гной, ну, некроз. И в этих процессах мы пишем неопределённое и ждём повторной биопсии после лечения. При гиперпластических процессах там нет такого воспаления. Оно какого-то другого, видимо, варианта. Оно более хроническое. И такого явного разрушения эпителия нет. Поэтому и критерии достаточно чёткие, там другие. То есть отличить можно? Да. Спасибо. Иван Юрьевич, честно говоря, чем больше знаний у Катерины Альбертовны и чем больше у неё стажировок в ведущих зарубежных клиниках, тем больше простаивает наша техника, которая направлена, которая, ну, должна, в общем-то, работать для абляции пищевода Баррата. У нас почти нет пациентов при достаточно хорошем потоке больных с пищеводом Баррата. У нас нет пациентов для абляции, потому что у них нет дисплазии. Да, вот ровно та же ситуация сейчас и у нас, и вот даже на... И даже у нас. И у вас. Даже в Питере, видите, как всё отрезано. И очень хорошо, вы знаете, очень разумно вы провели параллели с пищеводом Баррата, потому что этот бум, который был, ну, так же, как и с хеликобактером, он уже прошёл, и в этом разобрались. То есть, разобравшись с этой проблемой, надо двигаться дальше. Следующая проблема, вы абсолютно классно выбрали тему гиперпластических полипов, потому что это горячая тема современной гастроэнтрологии, эндоскопии, хирургии, которую, и морфологии, конечно же, которую сейчас активно необходимо обсуждать, и, может быть, решив её через несколько лет, будем двигаться дальше. Сергей Иванович, а вы вот заикнулись о том, что вы лечите хеликобактер, правда, аккуратно сказали, что потом представите свои данные, но вот ваше впечатление при лечении хеликобактерной инфекции при гиперпластических полипах, я имею в виду, естественно, что вы видите? То есть, какой процент стабилизации ситуации вы наблюдаете? Ну, вот у той группы пациентов высокого риска эрадикация не оказывает никакого влияния на течение, в том числе и рост. С гормоном обещают. Да. Вот. А надо всё-таки проанализировать эту ситуацию. Группа, по чесноку. По сожалению, группы-то две, группы ещё и новых образований, к которым мы совсем недавно начали просто по-другому относиться, что это не резидуальный рост, что это не рецидив, а это гиперпролиферация, как воздействовать на которую, конечно, пока непонятно. У маленьких полипов размеры меньше сантиметра, это действительно приводит к регрессии. Уважаемые эксперты, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. С одной стороны, мы всё говорим о полипах желудка, ну пусть так, в общем понятие, а всё-таки о полипах кардиозофигиального перехода. Молодой возраст, полипы, какой-то критерий уже так рекомендательный выработан, два сантиметра, там сантиметр, а вот в этом отделе кардиозофигиальном переходе полипы встречают своих молодых девушек, парней, которые идут, например, в армию, они приходят к нам на осмотр, мы находим полипы, 6, 7, 8 миллиметров, что с ними делать? Это первый вопрос. Второй вопрос, если есть полипы, а в них находим не дисплазию, а кишечную метаплазию, например, а размер полипы там, ну условно говоря, так тоже меньше одного сантиметра. И третий вопрос. Вот приходят пациенты с нормальным описанием эндоскопическим, а патоморфологи дают заключение железистый полип. Вот это старая школа еще, формулировка такая вот, вот как к ней относиться? Они все железистые, всегда железистые. Ну понятно, вот такое заключение, или нам действительно перебирать надо, уточнять там и так далее. Железистый полип, он, конечно, из желез, потому что он растет из желез, из железистого эпителия. Это такой, скажем, биологический диагноз больше, но не нозологический. Просто надо немножко уточнить, что это там гиперпластический полип, это либо гиперплазия фавиолярная. Вы спросите у своих, наверное, морфологов, с ними надо посоветовать. То есть это не противоречит, в общем-то, тому, что действительно растет? Но аденом, что же здесь? К таким полипам отношение должно быть, на наш взгляд, однозначное. Это пациент для гастроэнтеролога. Лечение гибиторами протонной помпы приводит практически в 100% случаев к уменьшению размеров этого образования. И я согласен. Мы симптоматические образования, если это образование на ножке, то, конечно, мы говорим только о типе 1С, может быть, 2А, вот в таком образовании, но точно не об образовании на ножке. Полип на ножке надо удалять, ничего с ним не сделать, никакими гибиторами протонной помпы. Все остальные образования с ними можно попробовать. Если они уменьшаются в размерах под действием гибиторов протонной помпы, значит, это участок активного воспаления, это кишечная метаплазия, это гиперпролиферация, это процессы, которые могут быть остановлены терапевтическими методиками. Посмотрите на indexpert.ru, последние 2 стендапа, которые были в Казани и до этого, мы несколько примеров таких пациентов показывали и обсуждали их с аудиторией, с нашими гастроэнтерологами, как таких пациентов можно вести. Но я полностью согласен с Кириллом Вячеславовичем, кровотечение, полип на ножке, это вопрос эндоскопического удаления. Я абсолютно повержу то, что Сергей Владимирович сказал, я считаю, что все эти полипы в этой зоне это знак равно ГЭРБ, можно ставить, и они действительно лечиться должны у гастроэнтеролога в первую очередь, а не эндоскописта. Но хотел вопрос, собственно говоря, ко всем задать, предположим, как это часто говорят, именно молодой пациент, типичное место, правая стенка, где наибольшее воздействие, кислоты, там чаще возникает эрозия. Предположим, мы пролечили ГЭРБ клинически, эндоскопически, морфологически, всячески ушел пациенту 25 лет от роду, а полип уже никуда не уходит. Он не исчез. Будем мы его удалять или не будем? Что скажешь, Сергей Владимирович? Один раз рак в таком полипе я нашел. Я всегда за то, чтобы не удалять роде. Но один раз 35 лет и размер был меньше сантиметра. Удалять, конечно. Длительный, не могу сказать в годах, но длительный аналог. Просто если он не уходит, для меня всегда дилемма, надо удалять или не надо. Вроде гиперплазия, вроде этиологии его понятно, но сохраняющееся длительное воспаление в виде такой пролиферации эпителия, это же тоже какой-то фактор риска по сути, с точки зрения онкологии. В этой зоне резидуального роста или новых полипов мы не видим. И если говорить вот о работе по поводу диссекции и вот такого рубца, гиперпластического, полиповидного рубца, то эти все процессы происходили после диссекции в антральном отделе желудка вот в этой работе. Они не точно ни в кардиальном отделе и ни в верхней трети тела. Поэтому здесь мы не рискуем никаким рецидивом. С точки зрения гастроэнтеролога, как долго лечить пациента? Когда мы будем смотреть, уже надо удалять? Через год это мало или много? Должно что-то там пройти? Вот это касается фавиолярной гиперплазии, например, да? Как долго мы будем за ним наблюдать и лечить? И когда мы будем отдавать им доскописты? Вы имеете в виду этот полип в кардиальном отделе желудка, да? Нет, я, наверное, в принципе, гиперпластический не полипы, а вот фавиолярная гиперплазия, наверное, то, что вы отдали гастроэнтерологам. Как надолго вы нам их отдали? Да к гастроэнтерологам мы отдали пациента с полипом в кардиальном отделе. Это пациент с ГЭРП? Это да, про кардиальный. Я уже вот виновалась к той теме. А там что лечить? Радикационная терапия это максимум, что вы можете предложить такому пациенту? Сделали, проверили. Полипы есть. Удаляем. И второй вопрос. С множественными полипами еще разочек. Вот тактика по международным каким-то есть. Вот множественные, когда много полипов. У пациента нужно выявлять семейные синдромы. Обязательно в этом случае. На самом деле, общаясь с гастроэнтерологами, какая есть проблема? То, что часто даже эндоскописты, уж понятно, что гастроэнтерологи тоже как бы не погружаются так детально, но вот эти фундальные полипы, которые множественные частенько бывают, при биопсии мы получаем гиперплазию. И они дальше, как вот, гиперпластические полипы, множественные. Я видел пациент, к которым гастроктомию рекомендовали и делали в такой ситуации. А по сути дела, это гастрит. Ну, как бы гиперплазия на фундальные железы это не требует. За одним маленьким исключением есть именно генетически обусловленный полипоз максимального отдела желудка, который действительно ведет к онкологии. Ну, риск возникновения онкологического заболевания уже действительно существует. Все остальное, это, ну, не требует, по сути дела, какого-то внимания эндоскопистов. Даже наблюдение, по сути дела, я, вот моя позиция, даже не требует наблюдения. Ну, это и про полипы на желудке. Да, Виктор Ильич, руку тянется. Нет, я просто маленькую ремарку хотел бы полипоза как я это делаю. Абсолютно согласен с тем, что после лечения скорее, не зная однозначного ответа, но скорее склонен к тому, что если это отчетливо сформированный полип в зоне кардии, который не уходит после терапии, скорее склонен удалять. И ремарка в том, что удалять часто как удаляют? Просто полипоктомической петлей, это приводит к кровотечению обычно, радикально не удаляется. И кроме того, я в пользу того, что удалять надо путем резекции слизистой оболочки, в том числе, кстати, как вариант такой мини-антирефлюксной резекции слизистой кардиального отдела желудка. Рубцевание приводит в отсутствие крупной грыжи, зачастую приводит к тому, что симптомы рефлюкса немножко уменьшаются. Мы немножко уже так подходим к завершению. Я хотел спросить в новом зале, может быть, хочет высказаться, может, что-то мы еще не обсудили, ни у кого ничего не накипело. И ответить наконец-то на вопрос. Надо ли удалять вопрос? Можно просить, кто будет теперь больше удалять, Добрый день. У меня вот такой вот вопрос. Вот мы все обсуждаем, что когда пациент всегда к нам приходит, мы контролируем. А теперь, представьте, другую ситуацию. Он пришел, мы диагностировали, лечиться, он так, посчитал, в интернете полазил. Так, надо удалять. Он идет к другому, не в бюджетную, а в коммерческую организацию. Говорит, мне надо передать. Как вы думаете, откажется коммерческой организации удалять или нет? Нет, конечно. Это вообще золотое дно. Тогда что мы обсуждаем? Более того, коммерческие разные бывают. И очень разумная коммерческая организация не откажется, как сказал Кирилл Теславович, а разумная коммерческая организация откажется. И дело тут не в коммерческом. И будет его наблюдать. Не будет наблюдать. Ровно в продолжении именно данного вопроса, ведь сколько на просторах интернета и вообще, в принципе, по жизни мы видим пациентов, приезжающих к нам из других регионов, когда берут биопсиду и дают табулярную дуному. Показания к удалению однозначно. Гистологический диагноз. Понятно, что я ему не верю. Но люди, а что должны делать в этой ситуации? Конечно, они удаляют. И дело, на самом деле, сейчас не в коммерческой клинике. Сейчас период ОМС сократили до одного месяца. Можно даже по ОМС каждый месяц отрезать полипы и продавать полный месяц. А можно вот сейчас Кирилл Иванович скоро завершать будет? Просто интересно, кто-то для себя так в процессе дискуссии. Есть люди, которые теперь будут чаще удалять гиперпластические полипы в зале? Я буду чаще удалять гиперпластические полипы, потому что я теперь с морфологической точки зрения очень буду внимательно с нашими морфологами живых ферриц. А кто будет удалять меньше? Тоже никто. То есть все остались при своем мнении. Спасибо. Иван Юрьевич, вы удаляли ноль полипов, а теперь будете чаще. Это как? Не, ну я удалял большие. Мы достаточно часто удаляем полипы. Вчера, вот, например. На самом деле, мы еще не показали сегодня еще один интересный случай, с Катериной Альбертовной, оставим его, наверное, на следующий год, на сессию, где у пациента при биопсии три полипа в одном желудке, антральный отдел тела желудка, при биопсии гистологии гиперпластические полипы после удаления три разных образования. Одно карциноид, как вот сегодня Александр Анатольевич говорил, один воспалительный фиброидный полип, который очень быстро рецидивировал и рос из строма, а третий нормальный гиперпластический полип типичный, который не рецидивировал после удаления. Проблема все равно остается, она не решена, но мне кажется, что накопление нашего опыта и обсуждение этой тематики, позволит нам выработать общую тактику ведения таких пациентов. Давайте, наверное, все-таки завершать. Я думаю, что ничего какого-то там жизнеутверждающего мы на сегодняшней конференции, собственно, и не планировали. Мы хотели поговорить, услышать точку зрения, которую можно открыто высказать. Каждый, может быть, так для себя в душе примет или немножко изменит позицию. А может, не изменит, и укрепиться в той, которая уже сложилась, и она работает. Спасибо вам всем. Давайте сохраним время на наш перерыв и встретимся здесь минут через 20 на следующем субтитры.